Проект итогового документа встречи в верхах Евросоюза начинается с главы Украина и с осуждения российской агрессивной войны. Что в этом документе нового? Осуждается преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС. Не сказано, правда, кем она разрушена. В последний вариант коммунике добавлена фраза. Лидеры ЕС согласятся взять на себя обязательство по безопасности перед Украиной. Этот абзац, вставленный по настоянию Франции, может вызвать возражения некоторых стран, которые не являются членами НАТО и соблюдают военный нейтралитет. Это, например, Австрия и Ирландия. По поводу использования замороженных денег российского государства предлагается делать это законным образом и вместе с международными партнерами. По ходу саммита становится ясно, что труднее будет не конфисковывать активы российского Центробанка, а взять деньги из своих бюджетов. Издание «Политика» пишет, что дипломаты задаются вопросом, как объяснить налогоплательщикам из ЕС и США, что они должны платить за восстановление мостов и электростанций, которые намеренно бомбит Россия. Андрей Бекетов, Евроньюз, Брюссель. Продолжение следует...